Бывший глава администрации Балахны, из-за действия которого, по версии следствия, причинен экологический ущерб в 1 миллиард рублей, к ответственности привлечен не будет, хотя невиновным его и не признали. Я напомню, Андрей Мочнев возглавлял Балахну с 2011 по 2015 годы, и его считают человеком братьев Глушковых. Братья Глушковы неоднократно судимые за мошенничество и кражи люди, которые около 15 лет контролировали весь Балахнинский район. То были теневыми хозяевами, то в открытую становились главами районами, депутатами, в том числе и областного закрытого собрания, то снова отходили в тени и расставляли кругом своих людей. Их обвиняли в разворовывании района. Один из самых попьющих случаев, это когда под видом реконструкции автостанции Балахны построили новый торговый центр братьев Глушковых. После возбуждения уголовного дела они пустились в бега, были задержаны, экстрадированы на родину из-за границы и уже осуждены на данный момент. Также по разным делам были осуждены и ряд их пособников. Из-за числа руководителей Балахнинского района чиновники в основном отделались условными сроками. И вот теперь очередь дошла до Андрея Мочнева. По версии следствия, в 2013 году он незаконно выдал разрешение на строительство крупного мусорного полигона без экологической экспертизы. Когда он прибыл на суд, мы пытались задать ему несколько вопросов. Пару слов скажите, пожалуйста, считайте все именно. Вы знаете, извините, конечно, но может быть не то время, может быть один, возможно, вы встретитесь и поговорите. Андрей Александрович, как запустили появление мусорного полигона в Балахнинском районе? Это же ваш родной район. Вас называют другом братьев Глушковых, их человеком. Что вас связывало с уже осужденными преступниками? Можете нам ответить? По версии следствия, в 2013 году обвиняемый выдал незаконное разрешение АО Управления отходами НН на строительство межмуниципального полигона для размещения непригодных переработки твердых бытовых отходов. А в 2014 году он же выдал разрешение на вот в эксплуатацию указанного объекта. Предварительно сумма ущерба составит около 1 миллиарда рублей. Вся эта история связана с братьями Глушковыми так же, как все прочие истории. Здесь их много аналогичных. Полигон это возглавил после того, как господин Мочнев схлопотал строительство, с помощью Глушкова строительство этого полигона, назначили туда руководителем сына Мочнева. Сразу повысили в разы платеж за сбор мусора. Полигон принимал, между прочим, не бытовые отходы, для которых он был построен, а в основном принимал большей частью отходы от предприятий, которые содержали вред большой экологии. Все это дело опротестовывалось, но, к сожалению, безрезультатно. Я еще раз повторяю, я в этом вижу опеку высоких политических руководителей. Ну, наберитесь мужества. Скажите, вы же бывший глава района. Почему вы бегаете? Раньше, наверное, на камерах хорошо выступали. Сейчас есть возможность высказать свою позицию. По какой-то причине суд принял решение сделать заседание по делу Андрея Мочнева закрытым для прессы. Уголовная статья не предполагает процесс закрывать. И по какой причине судья принял это решение, мы не знаем. Даже ходатайство было рассмотрено без нашего участия. На этом закрытом процессе сразу же было принято решение о закрытии уголовного дела в связи с истечением срока давности. Это означает, что обвиняемый не реабилитирован, но дело закрыто, и он к ответственности привлечен не будет. Если только начать копать, в том числе и капитально под Мочнева, он вынужден будет рассказать о всех связях. Этого, по-видимому, опасается. Полигон в деятельности семьи Мочнева, я имею в виду его и его сына, и в деятельности команды, или бригады, или банды, я так называю, вполне ответственная власть, которую возглавляли Глушковы. Это мелкий эпизод. Кстати, братья Глушковы сейчас отбывают срок. Один получил 9 лет лишения свободы, другой 11. Но, как предполагают эксперты, освободиться они могут гораздо раньше, чем истечет этот срок. Могут их выпустить, например, за хорошее поведение. Или еще по какой-нибудь причине.